78 лет назад такой же солнечный и погожий день 28 июля стал судьбоносным для нашего города. Брест был освобожден Красной Армией от немецко-фашистской нечисти. Из 56 тысяч жителей до этого момента остались живых только 14 тысяч человек, переживших страшную войну. В память об этом ежегодно на Площади Свободы у памятника освобождения собирается множество неравнодушных людей, чтобы отдать дань памяти бессмертным героям и их подвигу. Наши люди, брещане, наверное, все жители Республики Беларусь, даже сейчас, спустя 78 лет, по-прежнему помнят эту дату, дату освобождения, переоценивают ее с учетом современных вызовов, современных угроз и понимают тот высочайший военный, воинский, нравственный подвиг, который сделали наши деды, прадеды, освободив нас от этой нечисти. Брест современный, цветущий, красивый. Таким знает его нынешний горожанин. Таким он встречает свой очередной праздник. Но на митинг пришли и те, кому довелось пережить голодные годы военного лихолетия. Они видели наш город другим, знают, что такое мир и какой ценой далась победа. Ну что сказать? Подвиг, большой подвиг. Победа – это слово. Ну, его надо завоевать. А мы, русский народ, завоевали его. Посмотришь, какой Брест выглядит. В 1952 году было 65 тысяч по потребности хлеба, вылочных изделий тогда посчитывали. Сейчас посмотрите, какой город стал. Посмотрите, сколько машин у людей. Все богато живем. Что еще надо? Война – это очень плохо. Я вам скажу, все-таки нам, нашей власти и Александру Григорьевичу, удается сохранить на территории Республики Беларусь эту жизнь. Важно услышать и запомнить эти слова седовласого ветерана. Важно понять, что в нашей жизни самое важное и главное – это мир. Как нигде это понимаешь на святой земле Брестской крепости. А потому в заложении цветов к вечному огню – традиция, в которой заложена глубокая благодарность и уважение павшим героям. Я довоенный житель города Бреста. Войну начала в Бресте. В этот радостный день. День освобождения. Ребята, берегите мир. Живем мы хорошо. Я думаю, что и жители Бреста, не только как жители, где есть крепость-герой, но жители просто нашего города, благодарны из поколения в поколение тем, кто освободил город, кто положил свою жизнь во имя свободы и независимости страны. Я считаю, что нужно приходить в этот день не только на концертные площадки, но очень важно посмотреть на возложение венков в этот день, когда освободили Брест. Это важно для каждого брещанина посмотреть на людей, которые все еще живы, которые защищали нашу страну, которые помогали освобождать Брест. Это очень-очень приятно, очень важно. Я думаю, для каждого это значимо. Может быть, сегодня мы не знаем всех имен тех, кто освобождал Брест и кто погиб, но мы не имеем права забыть то, что они сделали для нас ценой своих жизней. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БОКТВ.